В последнее время как мировые, так и украинские, не говоря уже о московицких СМИ, везде пытаются искать зраду. Мол, от Украины все устали, отвернулись и скоро бункерный со своими орками победит. По данным немецкого издания Bild, Россия начинает новое крупное наступление. А Украина сейчас оказалась в тяжелейшем военном кризисе со времен битвы за Киев. Причина — украинской армии не хватает оружия, солдат, технологий и, самое главное, надежной поддержки от США. Да, проблема с США действительно существует. Политические игры в Палате представителей очень дорого стоят Украине. Но торг, который устроили республиканцы с демократами, касается отнюдь не Украины. Украина просто стала заложницей в этих играх. Ни Байден, ни Трамп не собираются прогибаться под Путина. Я думаю, что Трамп захочет стать президентом, который встанет на защиту свободы и снова сделает Америку великой. Он не захочет стать тем президентом, который сдался Путину. То же касается и Европы. Тех скептиков, которые сетуют, что Европа сдулась и в ближайшее время забудет про Украину, можно смело отправлять в бан. Германию давайте вспомним. Новый пакет. 7.1 миллиарда евро. Для сравнения, в 1922 году от Германии мы получили 1.6 миллиарда. Франция в новом договоре 3 миллиарда евро. Для сравнения, в 1922 году это было тоже 1.6 миллиарда евро. Разнообразные опросы и рейтинги, проводимые в ЕС, вроде как бы также демонстрируют некоторое похолодание к Украине и украинцам. Но хотим отметить, что здесь проблема в трактовании результатов этих опросов. Да, конфетно-букетный период подошел к концу. Уже нет безумной эйфории, как в первый год полномасштабной войны. А идет повседневная работа. То есть в отношениях Украины и ЕС начался типичный быт, когда задонатить на ВСУ и скинуться на гуманитарку – обычное дело, как воскресное мессо для литовца, датчанина или шведа. Фиксированная сумма доната всего 5 евро. Так собрали 6 миллионов евро на радары. Кроме Литвы, денежные переводы поступали из Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Да и то, что Европа и весь цивилизованный мир даже не думают забывать об Украине, показала вторая годовщина полномасштабного вторжения. Десятки тысяч людей в Швеции, Турции, Японии, Австралии, Ирландии, Норвегии, Казахстане, Польше, Молдове, Грузии и многих-многих других странах 24 февраля вышли на демонстрации в поддержку Украины. Например, в Милане собралось около двух тысяч человек. Шествие проходило под лозунгом «Победа ради мира». Синежелтыми цветами в этот день была залита Германия. Только Берлин собрал пятитысячный отряд. В Париже маршем от площади Республики до площади Бастилии прошли около 10 тысяч манифестантов. А в нидерландской ГААГе участники акции развернули 30-метровый сине-желтый стяг. Шествие сопровождалось исполнением на скрипке всемирно известной мелодии украинца Мирослава Скорика. Отдельно стоит выделить Чехию, где на Карловом мосту невозможно было протолкнуться. Митинг посетил даже президент Петр Павел, за что ему огромный респект. Украина имеет право на свое место под солнцем. Россия должна уйти из Украины и позволить ей свободно развиваться так же, как когда-то такую возможность предоставили нам. В общем, как минимум в 400 городах мира на шести континентах прошли митинги памяти и поддержки Украины. Не забывают о многострадальной стране и мировые селебритис. Мы будем поддерживать вас столько, сколько будет нужно. Вы имеете нашу любовь, наше уважение, нашу поддержку и нашу благодарность. Мы поддерживаем Украину. Не сдавайтесь, вы неимоверные люди. Бона, лидер группы ЮТУ на концерте в США, не побрезговал попросить американцев чуть быстрее шевелиться с помощью. Америка, ты такая щедрая, но дай этим людям то, что им нужно. Они борются за нашу свободу, а не только за свою. Род Стюарт в этот день посвятил свой хит «Ритм моего сердца Украине». А на экране во время исполнения песни демонстрировались кадры трусливой путинской войны. А посол Британии в Украине декламировал заповед Шевченко. Кто-то может сказать, что это все показуха, мы с этим категорически не согласимся и предоставим пруфы. Мы докажем, что Украина для Европы — это не тюльпаны на 8 марта. Многие в ЕС выражают свою поддержку постоянно, а не только на какие-то символические даты. И начнем, пожалуй, с той же Чехии. Осень прошлого года. Мы все платим за вас деньги. Почему я должен это терпеть? Вали в свою Украину. В Чешской острове провели эксперимент. Заступятся ли местные жители за украинку, на которую нападет агрессивный пенсионер. Сначала люди немного недоумевали от такого поведения пенсионера. Мы тут за них платим деньги. Что ты делаешь? Вали в свою Украину. Есть в свою Украину. Что ты здесь делаешь? Снимай, снимай это. Но придя в себя, решили вмешаться. Пожалуйста, успокойтесь, хорошо? Что вы делаете? Оставьте ее. Что вы делаете? Чего вы кричите? Как вы себя ведете? Остановитесь. Идите по своим делам и оставьте ее в покое. Да оставьте ее, черт вас возьми. У них разбомбленная страна. А вы к ней цепляетесь здесь на остановке. Вы позор Чешской республики. Перестаньте уже цепляться к людям. Какой позор, я свое отработал. Они получают все свои помощи, а мы за это платим. Я рад, что могу за них платить. У нее больше нет дома и некуда возвращаться. Почему я должен на это смотреть, на эту Украину? Убирайся отсюда. Не приставайте к женщине у меня на глазах. Вы за этих украинцев платите. А вам что с того? Да вы от нее отстанете или нет? Да вы от нее отстанете или нет? Идите отсюда по-хорошему. Я вежливо прошу, что она здесь делает? Почему мы должны за них платить? Мне вызвать полицию, придурок? Это ты назвала меня придурком? Из восьми попыток на защиту украинки стали семь чехов и одна украинка. Показательно? Вполне. И это не единственный случай из Чехии. 39-летнему чешскому инвестору Яну Барту удалось собрать за сутки 2 миллиона долларов на FPV-дроны для Украины за ретвиты своего поста. Мы живем во время все больше напоминающие вторую половину 30-х годов. Я не могу жить с самим собой, зная, что не сделал больше, чтобы остановить еще одного Гитлера. В свете колебаний республиканцев и в память о Навальном за каждый ретвит я буду отдавать по 100 долларов на FPV-дроны для Украины. Написал Барта в соцсети X. Уже на следующий день Барта сообщил, что нужная сумма собрана. Перемещаемся в страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония вообще круглые отличники по теме поддержки Украины. Россия не остановится в Украине, ее можно только остановить. Всем, кто думает, что поддерживать Украину дорого, я хочу сказать просто, станет еще дороже, если Россию не остановить. И Балты предпринимают все усилия для этого. Причем борются они с московской чумой не только военной и гуманитарной помощи Украине, но и собственноручно. Правительство Латвии еще на год до марта будущего года продлило запрет для российских граждан на въезд на территорию страны. А тех, кто уже живет в Латвии и не желает уважать законы и порядок, просят на выход. Проживающие в Латвии граждане России должны подтвердить свое знание латышского языка, чтобы продолжать легально находиться в стране. Латвийский суд сегодня признал это требование соответствующим Конституции Латвии. Жалоба российских граждан была отвергнута. Они, оказывается, еще и жаловались. Но нежелание за десятилетия выучить язык страны, в которой живешь, говорит о многом. В частности, об отношении к жителям этой страны. Ну за что я буду платить 52 евро, допустим, если я не сдам? У меня вся родня здесь у меня. Ну все ждут здесь у меня. Вот куда я вот, если меня вытрунет, куда я вот пойду? При этом русскоязычная молодежь вообще не тяготеет к своей исторической родине. У нас, русскоязычные жители Латвии, нет таких проблем, для решения которых нам понадобится помощь военных преступников. Их место в Гараке. И они не имеют права высказываться от нашего имени. На самом деле нас страшно удивляет такое похабное отношение к государству, которое дало тебе кров. Неужели так сложно выучить язык? Тем более, когда у тебя есть на это целые десятилетия. Руки прочь от русских школ! Руки прочь от русских школ! Вот, например, как ведут себя украинцы в Литве. Детей стараются отдавать в литовские школы, чтобы они сразу с детства, или садики, где бы они учились в литовском языке. Конечно, необходимо, потому что мы живем у вас в стране, вы нас приняли, вы все общаетесь на своем, на родном языке. Я считаю, что в каждой стране, где есть государственный язык, его необходимо знать абсолютно всем людям, которые сюда приезжают, но больше, чем туристы, которые планируют жить, остаться, работать. И это после двух лет пребывания в качестве беженцев. То есть, по-хорошему, от них не требуют учить литовский язык. Первый год с начала войны довольно много. Украинцев жили со светлой мыслью о том, что война скоро закончится. Они вернутся домой, а свое будущее с Литвой почти никто не связывал. Быть может, только несколько процентов. Вот они и не думали, что учить литовский язык рационально. На второй год это мнение изменилось, а уровень заинтересованности в изучении литовского языка значительно вырос. Вернемся в Латвию. Латвийцы начали активно бороться не только против московитов-ждунов, но и против их движимого имущества. Машины с российскими номерами в Латвии теперь под запретом. Им нельзя участвовать в дорожном движении. Полиция имеет право конфисковать такой автомобиль. Куда его отправят? В Украину. Власти дали три месяца на перерегистрацию авто, срок которого истек в середине февраля. И знаете, сколько машин было перерегистрировано? 48. Такое мизерное количество связано с тем, что многие корыта из Москвы просто не смогли бы пройти тех требований ЕС. Поэтому... Большинство автовладельцев выбрали другой вариант. Отогнали авто обратно в Россию и там продали. Кто не мог сам вернуться на родину, пользовался услугами посредника. В итоге автомобили с российскими номерами стремительно исчезли с латвийских дорог. Стремительно исчезают из латвийских, да и не только городов, и советские памятники. В Риге снесена 79-метровая стела, центральный элемент памятника советским солдатам. Это один из четырех монументов благодарности Красной Армии, демонтированных в Польше 27 октября. Демонтаж главного советского памятника начался в Вильнюсе. Такие действия поляков и балтов тронули за живое, если там есть хоть что-то живое, главного деда Мордора. В отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, это, конечно, потрясающее невежество, но мы, повторяю, живем и действуем совсем по другим принципам и законам, поэтому мы все сохраним. Ну да, ну да. Давайте посмотрим, как в Москве сохраняют мемориалы. В октябре прошлого года во Владимире снесли памятник жертвам советских репрессий. В сентябре в Якутске исчез памятник ссыльным полякам и литовцам. В том же сентябре в Ленинградской области был уничтожен памятник финским солдатам. В апреле в Пермском крае был снесен памятник депортированным из Литвы и Польши. Даже памятные таблички срывают. В Москве и Санкт-Петербурге исчезли с фасадов домов более 50 табличек проекта «Последний адрес». Это дома, где жили репрессированные и позже реабилитированные жертвы советского террора. Как видим, Бункерный вновь соврал. Что само по себе и не ново. Было бы странно, если бы он сказал правду. Хотя для разнообразия стоило бы попробовать разок. Правда освободит вас. Но вернемся в Латвию. Активно исчезают из латвийских городов и московицкие названия улиц. По словам вице-мэра латвийской столицы, сохранять названия, прямо или косвенно связанные с Россией, в условиях продолжающейся войны в Украине, неуместно. Естественно, такой шаг рижских властей взбудоражил великорусских шовинистов на чужбине. Русские, безусловно, будут обижены после этого символического шага по исключению русских названий из истории Риги, из карты рижской. Безусловно, русское население Латвии чувствует себя обиженным и чувствует национальное угнетение. Обижены они, угнетены. Да сопеть в тряпочку и не высовываться, вот о чем вы должны думать. Хотя о чем это мы? Они же неисправимы. Причем подобная риторика – это реально национальная программа недофедерации. Если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии. Их просто не существует. И это историческое недоразумение. Боимся, что скоро задавать вопросы будет некому и негде, потому что в системе образования Московия стремительно скатывается в средние века. В России впервые с начала 20 века число храмов превысило число школ. В 2000 году школ было в три раза больше, чем храмов. Вот так за 24 года Бункерный превратил встающих с колен в секту послушных болванов. Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И тогда у вас будет поколение, которое в случае чего сможет возвращать свои исторические территории. К такой тактике скрипоносцев серьезно относятся и в Эстонии. Таллинн решил не мелочиться и сразу отрубить секте голову. Эстония предписывает митрополиту Русской Православной Церкви Евгению покинуть страну. Власти решили не продлевать его вид на жительство. Официальная причина – угроза национальной безопасности и поддержка войны. В общем, очередной полковник в рясе. Сегодня предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Таллиннский и все Эстонии Евгений, покинул пределы страны. Он сохранит руководство и продолжит управлять делами митрополии удаленно. Вообще информационная кампания об опасности русского мира набирает обороты. Так, например, в Таллине установили билборды, на которых показали, какой вид бы имели дома, если бы туда пришел русский мир. Плакаты разместили рядом со зданиями, которые изображены на этих плакатах. И эстонцы могут не сомневаться, что именно так и было бы. Достаточно глянуть на Украину, да и ментальность орков очень красноречива даже в практически уничтоженной под ноль Авдеевке. А вон там, смотри, книжные полки есть. А вон там телевизор. Только туда не попадешь. Вот гелик стоит. Да. Причем он не поврежденный. Окупанты высматривают, чем бы поживиться в разрушенных украинских домах. Бля, у них квартиры-то не маленькие, блядь. Кроватку, наверное, заберу себе, блядь. Пиздец. Орковское нутро просто лезет наружу. Это, походу, уже на генетическом уровне. Грабить и мародерить. Также они привыкли срать везде, где только можно. Вот, например, новое бомбоубежище в Белгороде. Просим мы жителей не мусорить в них, поддерживать должное санитарное состояние, в том числе не просто бытовой мусор, а, так скажем, может быть грубо, но не гадить внутри, чтобы небо не превращалось это все в общественную поле. Честное слово, какое-то племя с серунов. Начинается бомбежка, а нужно в укрытие бежать. Вот идешь, такой идешь, идешь, оп, а тут насроты и бутылки валяются. И такое поведение Балтов не просто повергает в шок, они могут потерять дар речи. И поэтому неудивительно, что они делают все, чтобы вонючий сапог русского мира никогда больше не ступил на их землю. И всякое, даже минимальное нарушение данного принципа воспринимается очень болезненно. В Литве отменили концерт американской звезды, надевшей худи с российским кораблем. Речь идет об LP. Дело в том, что Лори, российские фаны, прислали свитшот с российской символикой. Певица опубликовала видео в Инстаграм, где благодарит своих российских фанов, любит и целует их. Реакция литовцев была мгновенной. Тебе лучше направляться в Москву. Тебе не рады в Литве. Серьезно? Два года войны и геноцида в Украине? Пожалуйста, не приезжай в Литву. Один худи будет стоить тебе карьеры в прогрессивной Европе. Моментально отреагировали и организаторы мероприятия на Жальгерис-арена в Каунасе. Концерт отменен. Этим решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других артистов, которые планируют мероприятие в Литве. Что мы не потерпим месседжей в поддержку страны-агрессора. После скандала певица даже извинилась перед украинцами. Я хочу извиниться перед своими друзьями и фанатами в Украине, которых обидел и зацепил мой бездумный пост. Это была серьезная ошибка, мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда это буду делать. Но для литовцев московский аквафреш на их земле это табу, и за это им громаднейший респект. Они объективно понимают и знают, что такое морда. Это барак на 140 миллионов рабов, которые не знают, что такое правило, честь и порядок. Они даже своих ближайших братушек, белорусов, ни во что не ставят. Это, например, награждение после минского матча скрипоносных с Белоруссией. Московиты проиграли 5-6, обиделись и отказались забирать призы, оставив их на льду. Проигрывать нужно уметь, но откуда им это знать, ведь у раба нет достоинства. И за тарелкой едет Сурин, капитан сборной России. К слову о достоинстве. Перед вами еще один прекрасный пример отсутствия этого самого достоинства. И вместо Данцига появился город Гданьск. Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Для понимания, что такое настоящий интервьюер, Стивен Сокур берет интервью у Василия Небензи. Вы верите в необходимость признавать международное право и те обязательства, которые оно налагает на разные страны, включая Вашу? Конечно. В таком случае, верите ли Вы также в то, что аннексия территорий силовым методом и военная оккупация незаконны с точки зрения международного права? На этих территориях был проведен референдум. Нет, извините, этот референдум никем не воспринимался всерьез. Уверенный в теме происходящего, не присмыкающийся и не ухо, на которое вешают длиннючие спагетти. Интервьюер, задающий конкретные вопросы и приводя примеры. Россия, например, отказывается признать аннексию Восточного Иерусалима и голландских высот Израилем, потому что, как Вы говорите, это незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом Ваша аннексия четырех регионов Украины может считаться законной? Мы не начинали эту войну. Война началась... Просто ответьте на мой вопрос. Война началась в 2014 году, когда Украина, Киевский режим, начал контртеррористическую операцию в Донбассе. Вы знаете, что это не может быть законным. Бомбили 8 лет. Просто ответьте на вопрос. Эти сопли про 8 лет Донбили-Бомбас уже давно никому не интересны. И никаких, конечно. И никаких тебе... Тварь вы конченые. Но подобное оскорбление вечернего Мундазвона и ему подобных – это ведь неспроста. Дело в том, что недофедерацию перестают бояться даже те, кому, по мнению того же Соловьёва, не велено даже дышать в сторону Мордора. И это очень бесит и злит как сам Кремль, так и его Халуёв. Вот, например, недавний случай из Узбекистана. Посол Узбекистана вызван в МИД РФ. Послу Узбекистана в Москве выражен протест в связи с высказываниями ректора университета журналистики Кудрат Хаджаева по поводу граждан, не владеющих узбекским языком. Ректор просто в очередной раз высказал то, что мы неоднократно озвучивали. Язык страны, где он живёт, не знает два человека. Первый – это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, сознание многих людей – они оккупанты. Второй – это идиот. То есть человек, не могущий думать, мыслить или читать. К слову, по теме языка красиво отличилась глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драголин, которая отказалась отвечать русскоязычным пропутинским СМИ. Я не понимаю по-русски. Вы можете послать вопрос в письменном виде. Его переведут, и вам вышлют ответ. Браво! А закончить сегодняшний выпуск мы хотим эмоциональной речью белорусски, которая высказалась о так называемом «Дне защитника Отечества Белоруссии». У меня только одно питание для наших войсковцев дворусских. Яки вы нахрен защитники Отечества? Я сегодня в Украине, у меня уже за сегодня было два концерта для наших воинов, украинских героев. Я стояла на сцене и выбачалася за вас, горе вы войсковцы. Выбачалася за свою краину. Яки вы нахрен войсковцы? Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья. Все будет Украина.